Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 25 ноября, и у нас сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции в городе. За последние две недели мы наблюдали некоторое увеличение количества выявляемых случаев коронавирусной инфекции. И она увеличивалась у нас с вами от 160 в среднем до 175, опять же, в среднем случаев в день. Что значит выявляемых? Это значит, что эти люди не просто заболели и имеют симптомы заболевания, но и методом тестирования ПЦР, когда мы обнаруживаем антиген, выставлен диагноз коронавирусной инфекции. Но я хочу вас заверить, уважаемые наши горожане, что ровно такая же ситуация у нас и на всей окружающей нас территории. Потому что сейчас в структуре острых респираторных вирусных инфекций доля коронавирусной инфекции составляет как минимум половину. Но нет возможности и нет таких лабораторных мощностей, чтобы абсолютно всем сделать тест на коронавирусную инфекцию. Да и необходимости в этой большой нет, потому что лицам, болеющим легко, нет большой разницы, какой будет точно установлен диагноз. Они могут совершенно спокойно лечиться теми же способами, что от острореспираторной вирусной инфекции, и вылечиваться быстро и хорошо. Но с учетом этого факта, медики сейчас всем с острореспираторной вирусной инфекцией сохраняют лечение, больничный лист или лечение по справке не менее двух недель. Так же, как и при коронавирусной инфекции, для того, чтобы на случай, если вдруг все-таки вирус выделяется, чтобы не было его распространения. Поэтому у нас сейчас у всех есть общее понимание, что лица заболевшие, вне зависимости от того, какой у них точно поставлен диагноз, находятся как минимум две недели дома. И мы видим, что лица, которые у нас живут на наших сопредельных территориях, болеют ОРВИ и не имеют возможности получить тестирование, когда все-таки эти возможности у них появляются. Мы видим, что она точно также подтверждает, и теология ее подтверждена именно тем, что этиотропный фактор, вызвавший заболевание, коронавирус. Поэтому цифры, когда мы сравниваем с вами заболеваемость в Сарове, а фактически это не заболеваемость, а это выявленные лабораторно и подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Я ответственно заявляю, что на самом деле наша ситуация не отличается. И если мы посмотрим с вами по показателям, а, кстати, я не всегда сейчас озвучиваю эти показатели, вы можете, уважаемые горожане, в ежедневном режиме знакомиться и узнавать их в социальных сетях, через средства массовой информации, на нашем сайте межрегионального управления. Все четко и понятно, все эти показатели есть, и все это вы сами можете, даже если хотите, и есть такое желание проанализировать и посмотреть. Так вот, в показателях за последние две недели мы видим, что в процентном отношении по-прежнему не изменилась тяжесть заболевания. Все так же более 90% это лица, переносящие заболевание в легкой форме, и все так же до 10%, а в последнее время еще меньше, это лица, болеющие в тяжелой и средне-тяжелой форме. Вот смотрите, на сегодняшний день за вычетом уже выздоровевших и, к сожалению, умерших, у нас продолжают болеть 3771 человек на сегодняшнее утро. А если из них убрать еще и госпитализированных 247, то мы получаем количество лиц, лечащихся на дому. Их 3524, 3500 людей лечатся дома, а вокруг них еще сидят люди, которые контактные, которые сидят на карантине, и это целая такая большая история. Но ровно такая же история сейчас наблюдается, повторюсь, в сотый раз везде. И поэтому, когда мы с вами куда-то ездим, когда приезжают к нам, когда идет наша жизнь, и если наши контакты продолжают быть без мер профилактики, то, конечно, идет и широкое распространение заболеваний, в этом нет абсолютно ничего удивительного. И по-прежнему у нас, так же, как и не изменилось процентное отношение в течение заболевания, не изменились и места заражения. Это по-прежнему эти самые близкие тесные контакты. Близкие тесные контакты – это контакты без средств защиты на расстоянии где-то полутора метров и меньше. И, конечно же, прежде всего в закрытых помещениях, если они еще и мало проветриваются. Вот именно эти контакты являются опасными, и в этих местах идет заражение. И группы риска у нас остаются те же, и у умерших у нас их на сегодняшний день уже 33 человека, у которых причиной смерти непосредственно стала коронавирусная инфекция. И вновь добавившиеся умершие лица – это все по-прежнему те же лица старше 65 лет, с хронической патологией сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет, ожирение. Чаще всего именно такие заболевания способствуют тому, что заболевание течет тяжело. И поэтому, зная пути распространения и зная, какие группы риска больше всего подвержены развитию тяжелых заболеваний, мы сейчас бьем на то, чтобы их в первую очередь защитить. И вы, уважаемые горожане, должны это понимать. Значит, работодатели работают в той части, чтобы те лица, которые старше 65 лет, пришли на работу, чтобы они либо соблюдали все меры профилактики, либо удалились дистанционно или не работали совсем. Другие группы риска, если они младше, но с хроническими заболеваниями, то же самое. Но вот если эти все показатели не изменились, то нас настораживает изменившийся показатель. А именно, в доле заболевших у нас в городе стала увеличиваться как раз группа риска. Если раньше она у нас составляла до 10% в общей массе заболевших, то сейчас из числа заболевающих уже более 16% – это люди старше 65 лет. И нас это очень тревожит, потому что это именно те люди, которые потом переходят в средне-тяжелые и тяжелые формы, это те люди, которым требуется госпитальное лечение, и это те люди, к сожалению, которые могут умереть. Поэтому, понимая это, мы сейчас проводим в городе второй этап вакцинации против гриппа. У нас доказано уже значимое влияние вакцин против гриппа, особенно адювантных вакцин, на течение ковида. Вот я еще раз повторюсь, я как-то уже рассказывала вам об этом, что здесь сродни у них, почему вакцина от гриппа может подействовать на ковид. Потому что и тот, и другой вирус относятся к РНК-вирусам, и вакцина увеличивает, простым языком будем говорить, увеличивает способность рецепторов реагировать и воспринимать РНК-вирусы. Вакцина способствует развитию интерферонов, формированию интерферонов, формированию антител и формированию клеточного и гуморального иммунитетов. Все это вместе дает нам возможность полагать, а те цифры, которые сейчас уже в последнее время изучены, уже после новой вакцинации, показывают, что как минимум на 20% снижается тяжесть поражения от коронавирусной инфекции у лиц, привитых от гриппа. И значимо, очень значимо снижается летальность. Вот именно об этом мы в первую очередь должны думать. Потому что легко быть молодым и легко перенести любую вирусную инфекцию, даже не задумываясь о том, какой она природы. Но если мы понимаем, какое количество у нас может отяжелеть и умереть лиц старшего поколения, то мы должны понимать, что второй этап вакцинации мы должны направить именно на них. Пока у нас нет возможности провакцинировать от COVID-19 большую группу населения нашего города, мы должны использовать этот механизм. И мы сейчас очень активно обращаемся и к гражданам отдельно, и к работодателям. И в первую очередь вот на эту группу риска мы рассчитываем, что люди поймут и будут прививаться от гриппа. Это первая мера, самая сейчас большая профилактика, которую мы хотим успеть сделать. Естественно, что лица болеющие какой бы то ни было инфекцией привиться не смогут. Но если заболевания нет, то под контролем врачей эту прививку можно будет сделать. И я думаю, что в ближайшие дни наша клиническая больница разработает схемы, методы, где кого и как она будет прививать. Я хочу сказать, что у нас изменилось очень за эти две недели, пока мы с вами не встречались, изменилась законодательная база. И в этой части вышло два постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации. И вышел ряд методических рекомендаций, которые на базе изучения течения коронавирусной инфекции в нашей стране и пользуясь также данными, которые любезно представляют другие страны. Я хочу напомнить, что мы с вами уже отметили год, юбилей такой, годовой юбилей, когда официально в мире стали регистрировать коронавирусную инфекцию. И у нас есть как минимум годовой у человечества опыт, как протекает заболевание, как оно лечится, какие дает последствия, кто и как умирает, как можно профилактировать, какие лекарства эффективны, какие нет, когда заразен и так далее, и так далее. Очень много работ выходит на эту тему. Очень многие институты сейчас нацелены на эту злободневную тему. И, учитывая весь этот опыт, вышли вот эти наши новые документы, которые очень сильно, значимо, существенно меняют порядок и алгоритм ведения как больных, так и контактных лиц. И вот я коротко сейчас об этом расскажу. Первое. Больные находятся на лечении после того, как им установлен диагноз, до полного клинического выздоровления и выписываются на работу при однократном отрицательном результате пациеранализа. Однократном. Более того, изучено и уже сейчас активно говорят о том, что не весь период заболевания, несмотря на то, что выделение вируса еще есть, он, инфицированный человек, является заразным для окружающих. Сейчас активно все говорят, эпидемиологи и вирусологи, о первых 10 днях. Но мы по-прежнему помним с вами про инкубационный период, 14 дней. И именно этот период сейчас отражен во всех нормативно-правовых актах. Итак, больной до выздоровления плюс один однократный отрицательный анализ. У нас очень часто спрашивают, вышел человек, выздоровел уже, вышел на работу, сделал еще раз анализ, у него положительный тест. Что это означает? В любом случае, мы такого человека отправляем к врачу, и доктора смотрят. Но в большинстве случаев, как показывают исследования на уровне Российской Федерации, речь идет о том, что человек уже выздоровел, и вот эти чувствительные наши методы ловят те остатки, которые может еще выделять в виде частиц вируса, иногда самого вируса больной, но при этом не имея симптомов заболевания, он не является опасным, вот так прямо сейчас говорят об этом эпидемиологи, не является опасным для окружающих. Второе, это мы говорили про больных, второе, контактные лица. Контактным лицам, а я уже сказала, кто является контактным, определяется, что они должны находиться на карантине в режиме изоляции 14 дней. Если за 14 дней у них не возникает симптомов острого респираторной вирусной инфекции или других проявлений заболевания, то они спустя 14 дней выходят на работу или на учебу еще куда-то, перестают соблюдать режим изоляции без проведения тестирования. Тоже уже доказано, что если за 14 дней человек не заболел, то даже продолжая находиться в очаге, если в доме у него продолжают находиться больные, болеть его родственники, он не заразен и может выходить в коллективы. Это второе принципиальное новшество. Третье. Если контактное лицо в течение этих 14 дней заболевает, появляются признаки какого бы то ни было заболевания, оно подлежит, данный гражданин подлежит тестированию, и тогда уже результат тестирования говорит о том, что и как у него развивается, и он уже сидит тогда, лечится до полного выздоровления. Следующее принципиальное новшество. Регламентируется время от поступления материала в лабораторию до получения информации о результатах такого анализа. Сейчас оно утверждено в количестве 48 часов. Это значит, что если мазок взят и поступил в лабораторию, допустим, в 8 часов вечера, значит, ровно через 2 суток в 8 часов вечера этот результат должен быть готов. Сейчас у нас полное понимание у обеих лабораторий, которые выполняют эти тесты, и у клинической больницы, и у центра гигиены, и у нас, у межрегионального управления, которое этими результатами анализов тоже может пользоваться, и пользуется в части контактных лиц, что спустя это время нам нужно довести информацию до больных о том, каковы результаты этих анализов, если они больны или, наоборот, не больны. Но в первую очередь, конечно, нас интересуют больные. Вспоминайте, у нас только больных сейчас на дому лечатся 3,5 тысячи, а еще вокруг них лица, которые с ними вместе. Их нужно всех оповестить, если... Но это не одномоментно, конечно, они не одномоментно сели у нас на больничный лист. Так вот, информирование больных и контактных лиц теперь, согласно законодательству, проводит информирование о чем? В первую очередь о том, что раз у них положительный анализ у больных, а у контактных, что они могут заразиться, значит, и тех, и других идет информирование о том, что они должны находиться в режиме изоляции не менее 14 дней. Понимая, что такое огромное количество лиц теперь находится в изоляции в целом, а рук и возможностей чисто физических у медиков не хватает, всем им это сообщить лично с вручением постановлений, то разрешено сейчас это информирование проводить с использованием любых доступных средств связи. Любыми доступными средствами связи у нас сейчас в городе являются наши телефоны. Соответственно, мы будем связываться и уже в таком режиме работаем и связываемся с больными и с лицами контактными и сообщаем им о том, что они входят в такую-то категорию лиц и будет им соответственно, поскольку они уже находятся в режиме изоляции и не могут покидать свое место жилища, что им будут открыты больничные листы, и к ним придут медицинские работники, и как минимум свяжутся с ними потом по телефону, и дальше будет контакт уже с медицинскими работниками. Дальше все просто, все так же, как и было. Если возникает необходимость, вызываем врача на дом, если совсем тяжелая ситуация, вызываем скорую помощь на дом, если все нормально, просто находимся в режиме изоляции 14 дней. Спустя 14 дней больничный лист закрывается, и получить его можно будет в той медицинской организации, где он открыт. Медики, которые к вам приходят, можете ради интереса поинтересоваться все-таки, кто к вам приходит, специалисты какой поликлиники. Это для амбулаторных больных. И понимать это. И в связи с этим мы не будем больше, а фактически уже не вручаем постановление собственноручно с подписью. То есть мы теперь готовим другой документ, который называется предписание. Он такой же обязательный для исполнения. Он выписывается в адрес клинической больницы номер 50 или других медицинских организаций, если лечение человек будет получать за пределами нашего города. Это предписание гласит о том, что таких-то лиц, это лица контактные, еще раз повторюсь, мы сейчас про них с вами говорим, что эти лица контактные, и по такому-то адресу будут находиться в режиме изоляции 14 дней, и в течение 14 дней они будут наблюдаться. Данные медицинской организации на основании этого предписания будет выписан еще раз, сотый раз, напоминаю, больничный лист. Значит, еще раз короткий сухой остаток. Мы с вами не ждем, когда нам принесут постановление. Мы только убеждаемся, что по телефону нам сообщили, и мы знаем информацию, а, следовательно, ее знают и медики. Медики появляются, больничный лист открывают, 14 дней проходит, его закрываем мы в поликлинике. Если в связи с этим есть какие-то вопросы, я знаю, что у нас все телефоны давала Макарова Ирина Анатольевна в своем выступлении, но и по-прежнему я не отказываюсь. Можете звонить и в Центр гигиены и эпидемиологии, и в межрегиональное управление с тем, чтобы удостовериться, что действительно про вас не забыли. И еще я хочу ответить на вопросы по поводу карантинов. Сейчас идет обсуждение того, что изменилась система вывода людей на карантин. Значит, вот как определить контактных, я уже сказала. Что касается организованных коллективов, то в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально эпидемиологами. Сейчас ходит в обсуждении фейковая новость о том, что на карантин теперь никакие классы и группы закрываться не будут. Это неправда. Это не так. Просто в каждой ситуации все получается по-разному. Конечно, если, например, информация о том, что ребенок, заболевший, которому установлена коронавирусная инфекция, заболел уже 13 дней назад, и мы видим, что последний контакт у детей в классе был реально 13 дней назад, и никто из них не заболел, то, конечно, уже смысла нет детей на карантин высаживать. Если ситуация будет другая, количество детей, где они встретились, как встретились, то есть в каждом конкретном случае мы будем эти вопросы разбирать. Если у вас есть вопросы по организованным коллективам, то вот тут я уже прошу обращаться не к медикам, а к нам, либо в межрегиональное управление, либо в Центр гигиены и эпидемиологии. В каждом конкретном случае мы будем с вами это обсуждать, и я думаю, что не отменена эта норма. И если мы видим, что занос в организованный коллектив есть, и в этом коллективе есть опасность дальнейшего распространения инфекции, то, конечно же, карантин будет. Только вот в какой форме он будет, это будет тоже зависеть от того. Возраст, характер обучения детей, школа это или детский сад, или внешкольные учреждения, то все считается индивидуально. Я призываю вас к нашей совместной коллективной работе. Я всегда, если у меня есть возможность, отвечаю на вопросы сама. Более того, мы принимаем по-прежнему вопросы через отправленные вами, уважаемые горожане, на горячую линию 97777. Они нам ее перенаправляют. Только, пожалуйста, давайте для обратной связи свои телефоны, чтобы мы могли с вами связываться. И каждый раз ситуацию, а они бывают очень индивидуальные, которые не обсудишь вот таким образом через мое обращение. Поэтому я призываю вас сохранять спокойствие. Я счастлива, что большую часть заболеваемости проходит в легкой форме. И напоследок все-таки еще раз вам напомню, что меня сейчас настораживает только наша группа риска 65+, с хроническими заболеваниями. Я умоляю и упрашиваю всех беречь эту группу населения, наше уважаемое поколение в возрасте. Я желаю всем здоровья, всего доброго, до свидания.